Народ, здорово! Прежде чем будете смотреть это видео, значит, небольшой анонс про него. Что это за видео? Это видео – это кусочек моего тренинга, одного из моих тренингов, и, соответственно, еще более вырезанный кусок блока про отношения. В этом видео я рассказываю свое видение того, как выбрать себе девушку для отношений, то есть как уже на первом свидании понять, что подходит эта девушка для тебя вообще как потенциальная твоя женщина, либо нет. Очень интересный видос, всем рекомендую посмотреть, прежде чем будете смотреть. Значит, важнейшая информация – бесплатный вебинар, абсолютно бесплатный, в свободном доступе. Как найти девушку для отношений в онлайне, то есть, соответственно, как из онлайна получить лучшую девушку. Этот вебинар у нас будет проходить во вторник, 9 июня в 20.00 по Москве. Обязательно всем быть. Регистрация на него здесь, под этим видео. Нажимаете, регистрируетесь, вам приходит информация, как туда попасть. Значит, 9 июня – бесплатный онлайн-вебинар, мастер-класс. Как найти себе лучшую девушку для отношений в онлайне, в сайтах знакомств. Вот. И еще одна информация, еще более важная. Значит, смотрите, сегодня уже остался последний день распродажи, когда вы можете успеть приобрести все мои видеоматериалы общей стоимостью более 50 тысяч рублей с 90% скидкой, всего там за 4,990. Также ссылка под этим видео. Обязательно, ребят, успейте. Вот. Ну и смотрите видос, очень интересный, очень полезный видос. Все, пока. То есть, если вы действительно ищете, у вас есть цель, у вас есть образ женщины, вы ищете себе женщину для отношений, соответственно, что нужно сделать? Нужно понять, сколько времени вам достаточно на первом свидании, чтобы примерно понять, есть смысл продолжать или нет. Когда я сказал цифру 15, это значит, что 15 свиданий первых с разными женщинами, а не так, что 7 с одной и остальные с другими. Сколько времени вам надо, ребят? Полтора часа вам хватит? Я считаю, что да. Напишите. Ну, час-полтора хватит для того, чтобы примерно понять, стоит ли продолжать, да? То есть, допустим, конечно же, за одно свидание вы ничего не поймете такого глобального, но какие-то основные моменты, которые вам нравятся или не нравятся, вы точно можете запомнить. Я вам также рекомендую следующее. На этих свиданиях, то есть, все, что я говорю, можно сразу воспринимать как задание для тех, кто прямо вот хочет заморочиться. Значит, на свиданиях я крайне не рекомендую бухать вам, во всяком случае. То есть, если уж вы пришли, скажем, представьте, что это некий бизнес-проект, когда вы ищете себе какого-то личного ассистента. То есть, ваша задача найти себе человека, который вам будет максимально подходить. Поэтому, конечно же, даже там никакого вина, ничего. Еще вы должны быть абсолютно трезвыми. Значит, когда вы будете писать образ женщины, после этого сделайте еще одну штуку. То есть, напишите 6-7 параметров, что для вас важнее всего в вашей будущей женщине. Просто параметры. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Например, там, не знаю, женственная, там, не знаю, там, умеет готовить. Я сейчас говорю просто все, что мне в голову идет, да. Не знаю, там, веселая, там, ну, обязательно для вас это важно. Какая-нибудь, там, интеллектуальная, чтобы с ней было о чем поговорить. То есть, у всех будет разное, понимаете. Для кого-то будет там стоять на первом месте, что, типа, чтобы самое главное, чтобы был охуенный секс. Сейчас есть какие-то варианты, для кого-то какие-то один-два параметра хотя бы напишите, ребят. То есть, после образа женщины вы просто садитесь и думаете вот так, ну, там, допустим, веселая, там, красивая, какая она там, не знаю, допустим. Чтобы нравилось, там, моим, там, друзьям. Ну, для всех разное важно, да, хотя это бред, конечно, чтобы она нравилась вашим друзьям. Ну, допустим, не знаю. Или там, чтобы она принципиально важна была за здоровый образ жизни. То есть, какие-то свои парочку напишите. Чувство юмора, да, интеллектуально веселое, общительное, хорошее в постели, веселое, позитивное, не давит в отношениях на меня. Так. Смотрите, еще хотел важный момент сказать, что, например, вот те критерии, которые можно максимально быстро выявить в человеке. Хорошая она в постели или нет, вы сможете выявить, ну, в принципе, после первого секса, понять. Логично, логично. Ну, там, веселая она или нет, это тоже, я думаю, можно понять на первом свидании. Ну, если даже она придет туда, какая-то задроченная и что-то еще, то есть, есть у нее чувство юмора, либо умение оценить ваши чувства юмора, либо нет, это уже как бы будет, ну, видно сразу. Допустим, вот эта история по поводу не давит в отношениях на меня, это очень размытая херня. Сейчас, где это? Да, то есть, как бы тут, смотрите, веселую определить легче, да, либо она веселая, либо нет. А вот насчет того, что там давит она или не давит, это уже такая долгая история. И если этот критерий вы не сможете обнаружить в ней сразу, потому что вначале все, блядь, хорошие, все красивые, все классные, то лучше как бы сейчас его не брать во внимание. Веселая, активная, покладистая, адекватная, как бы объективно это ни звучало. Ну, еще так, верная, добрая, интеллектуальная, неконфликтная, неленивая, веселая, умная, уважающая. К чему я говорю, ребят, что чем проще эти критерии для вас сформулированы, тем проще вы поймете, либо оно есть, либо его нет. Просто смотрите, сейчас, конечно, это все бедло, когда вы будете это писать, вам надо будет очень крепко сесть и подумать, прям реально подумать. И здесь те, у кого было больше женщин на данный момент, чем те, у кого было меньше женщин, я считаю, что они выигрывают. Потому что когда у вас было разное количество, многое количество разных женщин, у вас есть понимание, какие они вообще бывают. Ну, то есть, когда вы взяли, прокатились на абсолютно всех моделях автомобилей, вы такие думаете, ну да, ну там Hyundai, там, не знаю, говно, Volkswagen лучше, ну то есть что-то еще, у вас какая-то картина есть. Вы точно знаете, что мне не нравится такая коробка передач, там, не знаю, как у какого-нибудь там Форда. Нет, такое вот я точно не хочу. И, соответственно, ребята, вам нужно, конечно же, здесь все-таки получить какой-то опыт предварительно. Так, теперь следующее, значит, после того, когда вы напишите, по-хорошему это надо по очереди давать. Ну, давайте сейчас я вам прям даю, напишите сначала бегло, потом пересмотрите. Напишите шесть критериев, после того, как вы их написали, поставьте плюс, что я написал. Шесть критериев, какая должна быть женщина. Для себя, не в чате, просто для себя на бумажке. Абсолютно, ну, такие измеримые показательные критерии. Ну, либо она веселая, блядь, либо она унылая говно. Это ясно, да? Я еще раз говорю, там должны быть не только черты характера, может быть, еще и внешность. Ну, например, там, вы точно хотите, чтобы она была, допустим, не пухлая какая-нибудь. Или, наоборот, вам нравится, чтобы она была такая какая-нибудь, знаете, это... С пылу с жаром. Что? С пылу с жаром. Да, то есть, соответственно, вы должны сейчас написать, ребят, когда написали, поставьте плюс. Бентли-то, как бы, тоже не самая лучшая машина, наверное, хуй знает. Ну, Бентли и Бентли. Бентли бывают разные. Если ты расскажешь, что у тебя был Бентли чуваку, который живет где-нибудь в тайге, и единственное, чем он занимается, он, не знаю, гандошит каких-нибудь кроликов из ружья и возит их в город продавать, то он скажет, Бентли, ммм, крутяк. Он скажет, что самая пиздатная машина это Форд Раптор и будет абсолютно прав. То есть, поэтому это, я еще раз говорю, это важно для вас понять, что именно вам важно. Не то, что вам навязало общество, то, что там, допустим, Инстаграм продал вам, что она должна быть медийная, что она должна, там, не знаю, у нее должна быть жопа, как орех, губы, там, как не знаю что, и там она должна быть вот такая-то, такая-то. Подумайте, вот, ну, как бы, вам с этой женщиной создавать семью и насколько вам вообще важно, чтобы она была медийная, там, или какая-то еще. Значит, смотрите, теперь берете и выбираете оттуда всего три параметра. Вот прям три. Это большая дилемма на самом деле, потому что сейчас вы начинаете делить и вы думаете, блядь, ну как я вот это, без вот этого же я не обойдусь. Представьте, что вам говорят, чуваки, надо только три. Чем меньше у вас будет параметров, тем быстрее вы найдете эту женщину. Ну, хотя бы, как сказать, вот этот первый круг тестируемых женщин будет вам попадаться быстрее. Соответственно, вот эти три, потом вы еще раз подумайте над этим заданием, но вот эти три параметра, они для вас сейчас основополагающие. То, что вы должны смотреть, есть в этой женщине или нет. Если чего-то из этого нет, а есть какой-то антипод, ну, например, вы написали веселая, она какая-то депрессивная тварь, ну, конечно же, даже не нужно дальше продолжать. То есть, ну, думайте, ребята, о том, что не надо тратить время. Зачем? Еще раз говорю, поэтому у вас должно быть четкое понимание. Либо вы сейчас ищете отношения, вписывайтесь в этот месячный квест, либо вы говорите себе, ну, она, конечно, депрессивная тварь, но я бы ее трахнул. Тогда, ребят, это можно даже не начинать, если у вас будет такой подход. Попробуйте себя в этом квесте, отнеситесь к нему серьезно. Значит, смотрите, чем больше критериев, тем понятно, что сложнее будет искать. Это как в рекламе, не знаю, таргетированная реклама, да, то есть. Чем уже поиск, тем меньше кандидатов. У меня был такой клиент Антоша, как бы, который, в общем, когда он начал перечислять, какая женщина ему нужна, то есть там не просто было, блядь, пунктов 40, то есть там еще было, абсолютно были противоречащие друг другу вещи. Вы должны тоже у себя посмотреть, чтобы, когда вы будете писать этот образ женщины и вот эти вот параметры, чтобы они друг другу не противоречили, ребят. Значит, смотрите, дальше, что вы делаете. Я не знаю, где вы найдете столько телок, как бы, это уже отдельная история. Ну, лучше всего знакомиться с ними вживую, на улице, где угодно. Если, ну, как бы, этот способ вам не подходит, то вы знакомитесь в сети, туристы и так далее, но вы должны понимать, чтобы у вас 15 баб на свидании побывало, вам нужно создать какой-то пул женщин. И это не из 15 телефонов, да, потому что, конечно же, кто-то из них заболеет, у кого-то там месячные, у кого-то по носу ноги оторвало, кто-то просто решило слиться и так далее. Поэтому здесь логично, что телефонов, контактов и заинтересованных вас женщин должно быть гораздо больше. Дальше, что вы делаете? То есть вы должны следующее пишите. Продумать заранее список вопросов, ну, или тем, которые вы будете выяснять на свидании. Ну, допустим, смотрите, тут есть какие-то люди, у каждого свои личные предпочтения, хобби или какие-то там заебы или какие-то нюансы, скажем так. Кто-то вот тут стреляет животных, да, у нас был там товарищ с ружьем, не помню, как его зовут, ну, там, охотник, вот. И, ну, как бы, наверное, для тебя будет важно, чтобы женщина к этому относилась нормально, да, чтобы она сказала, о, там, круто, ты мой добытчик и так далее, и так далее. Вряд ли это будет женщина, которая состоит в Greenpeace, если у нас, конечно, в России есть такая организация. Соответственно, ты должен продумать какой-то вопрос, как ты будешь узнавать у этой женщины, нравится ли ей вообще охота, как она к этому относится и так далее. Она не обязательно должна ей нравиться. То есть она не должна вот так вот делать. А-а-а, сука, ты на охоту, блядь. То есть такого быть не должно. Если она, в принципе, к этому лояльно относится и говорит, ну, окей, то есть, чувак, это твой выбор, значит, это уже неплохо. Продумайте список вопросов. Не знаю, любой там, что для вас важно, как относишься к домашним животным, там, любишь ли ты, например, готовить или умеешь ли ты готовить, что там еще. Как насчет спорта, я не знаю, как насчет алкоголя, что насчет сигарет, что насчет кальяна, ну, блядь, все, что хотите, все, что для вас важно. Важно, опять же, это то, что вы любите и то, что вы не терпеть не можете и ненавидите, потому что, ну, если вы терпеть не можете, там, не знаю, когда человек курит, а эта телка будет курить и говорит, что я это делаю только по праздникам раз в неделю, и вам это точно не зайдет. Так, так, ноль вчера к такой подошел, и потом сразу пока. Мне это неинтересно. Ну, то есть, я надеюсь, ты не сказал и почему, потому что, блядь, это было бы неприятно. Значит, смотрите, что вы делаете на свиданках, ребят? Вы себе говорите, что я иду туда, в отличие от тех заданий, которые мы вам давали до этого, да, где нужно было прийти, кинестетить ее, возбуждать, заинтересовывать, там, не знаю, в конце концов ее трахнуть и так далее, да, здесь цель свидания другая. Поэтому прежде чем вписываться в этот квест, я бы на вашем месте сейчас недельку-другую, даже, может быть, чуть больше, я бы на вашем месте все-таки сделал вот те задания и упражнения, понял, как быстро приходить к сексу, понял, как возбуждать, как заинтересовывать и так далее. На эти свидания вы идете не с этой целью. Единственное, что у вас должно быть в голове, я иду посмотреть, подходит она мне или нет. Как вы будете это смотреть, ребят? Есть варианты? Напишите. Ну, на самом деле, все просто, пока вы пишете. Да, интервью, но это надо как-то завернуть. То есть, это некое, можно сказать, что это наблюдение и беседа. То есть, наблюдение это вы смотрите просто, как она себя ведет. То есть, вплоть до того, что можно много чего увидеть о человеке, например, как она там зовет официанта. То есть, вы можете специально этого не делать. То есть, вы должны продумать, как я себя буду вести, допустим. То есть, для меня, например, важно, чтобы она там уважительно относилась ко всем людям. Вот. И поэтому вы под каким-то предлогом просите ее позвать официанта, там, что-нибудь, не знаю. Можешь позвать официанта, пожалуйста? У меня это. Ну, не знаю, там. И заказать мне вот это, вот это. У меня там есть причина, я тебе потом объясню, не знаю, фобия там, боюсь официантов, не знаю, голос посадил и так далее. Смотрите, как она это делает. И если для вас важно, чтобы ваша женщина была там понимающей, добрая, человечной, и, может, вы сами когда-то работали официантом, да, странно будет выглядеть, если девушка будет говорить там, там, человек или как там, бедолага, или что-то еще. То есть, если она будет этому человеку там грубить или хамить или что-то еще, только потому, что в данной ситуации он является обслуживающим персоналом, это уже об очень многом говорит, даже если она после этого будет поворачиваться к вам и говорить, да, милый, ты знаешь, я вот как бы такая вот хорошая, такая-растакая. То есть, здесь по поведению девушки можно много чего увидеть. Значит, смотрите, наблюдение, беседа. Какие важнейшие пункты, которые, в принципе, нужно у женщины узнать? Сейчас я говорю о всех для меня, на мой взгляд, важнейших. Не все получится узнать сразу на первом свидании, но с помощью общения, с помощью вопросов можно узнать хоть что-то. Значит, смотрите, чтобы это не выглядело как допрос, вы сначала рассказываете о себе. Например, вы говорите, ты знаешь, я вот очень люблю там домашних животных, вот, у меня раньше там была собака или кошка сейчас есть, то-то, 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 вот, а ты как вообще к этому относишься? А у тебя с этим как? Так, и, допустим, если женщина говорит, блядь, я ненавижу этих тварей, короче, я лично в детстве была в ССовском отряде, который вешал собак и кошек там, не знаю, в деревьях. То есть, здесь вы уже понимаете, так, ага, галочку в себе мысленно поставили, подумали, так, ладно, интересно. Нет, одно дело, когда она говорит, у меня на них аллергия, да, это как бы один момент. Ну, когда человек говорит, я не люблю, или там, я терпеть не могу, или что-то еще, есть смысл задуматься. Значит, первое, о чем я бы на вашем месте, ну, стал расспрашивать. Я бы расспрашивал девушку о том, вообще, как выглядит психологический климат в ее семье между ее родителями. То есть, вы немножечко посидели, потом говорите, слушай, а ты на кого похожа, там, на маму или на папу? Я вот, кстати, больше похож на маму, говорят, хотя только глаза мамины, вот. У меня там родители живут вместе, они такие-таки-то, такие-то. Да, можете какую-то историю вспомнить прикольную. То есть, вот они, знаешь, там, любят по праздникам, там, то-то, то-то, типа, и поржать. А как у тебя? То есть, и вроде бы это как бы и вопрос, но вы здесь его задаете через рассказ о себе, поэтому это не будет восприниматься как-то сложно. И смотрите, что она, как она на это реагирует. То есть, ну, норма, когда девушка спокойно разговаривает о родителях, может быть, там, как-то с любовью, говорит, там, неважно, одна у нее мама или там папа, или что-то еще, то есть, но она об этом говорит нормально. Если она будет уходить от этих тем, значит, уже есть смысл, как бы, ну, подумать, что там что-то не так, присмотреться, может быть. Опять же, если там у нее, не знаю, там, одна мама, как она относится вообще к тому, что у нее ушел от них там папа и так далее. То есть, если она говорит, ну, типа, так случилось, такое бывает, вот так и так, то есть, ну, как бы в ее словах нет какой-то ненависти, это одно. Другой вопрос, что если туда будет много ненависти и агрессии, значит, что у нее есть, в принципе, эта ненависть и агрессия к всем мужчинам, потому что мама, скорее всего, успела ей заложить в голову тот факт, что мужчины, вот они такие вот там бедорасы, да, они уходят и так далее. Здесь очень важно смотреть, как она будет рассказывать. Соответственно, психологический климат в семье. То есть, ну, узнавайте там, типа, как мама с папой взаимодействуют друг с другом, кто главный. Опять же, это не значит, ребят, что она скажет, что у нас мама тотально главная, а папа у нас как бы там ничего не решает. Это не значит, что вы сейчас встаете, короче, рассчитываетесь и уебываете. То есть, это значит, что вы просто думаете, ага, ладно, есть какая-то задачка, которая пока непонятна, что это такое, да, интересно. Но уже, например, для себя какие-то выводы делаете. Дальше, значит, смотрите. Ну, то есть, почему это важно, да, потому что, в принципе, все моделируют ту модель отношений, забирают, которая была у родителей плюс-минус. И если, соответственно, ваши родители относились друг к другу как-то, каким-то образом вы видите, как они взаимодействуют, и вы будете искать в реальной жизни себе человека, который будет к вам относиться так же, а вы к нему относитесь так же. Поэтому отсюда есть интересные моменты, когда каким-то мужикам притягиваются одного и того же плана бабы. У кого такое было долгое время, что, ну, на протяжении скольки-то лет или времени, то есть у вас плюс-минус очень похожие по какой-то ситуации или по характеру, по каким-то проявлениям появляются телки. Соответственно, это не просто так, ребят. Это не значит, что они все такие, это значит, что со всеми остальными у вас вообще на каком-то подсознательном уровне контакта быть не может, вы как-то быстро оттуда отсеиваетесь и прилипаете к женщине с определенной какой-то дисфункцией, потому что ваша дисфункция тоже соответствует какой-то с ее стороны. По поводу родителей, смотрите, кстати, в момент, да, женщина может сидеть, рассказывать вам такую фигню, что из серии, там, у меня папа бухает, я не знаю, там, все плохо, да, там, и так далее, и так далее, вот. Но, например, я, глядя на все это, жестко решила для себя, что у меня в семье такого не будет, да, то есть что у нас будет по-другому, я хочу, чтобы было по-другому, то есть там нет особой агрессии, во-первых, к отцу, а во-вторых, она вам озвучивает, что вот, ну, она этого не стесняется, она принимает этот факт, вот, и она озвучивает, что она с этим обязательно что-то сделает, чтобы у нее в семье такого не было. То есть, поэтому не торопитесь сразу куда-то бежать и думать, что она не подходит, да, она там какая-то неподходящая. Потому что, смотрите, реально можно с этим что-то сделать, можно поменять свои паттерны поведения, для этого нужно осознать, что вот мне не нравится в отношениях моих родителей и так, и так, такая-то фигня, я хочу по-другому, я работаю над собой, то есть это достаточно емкая работа, но если вам девушка нравится, если вы ей при этом готовы помочь, ну, типа подумали, что вот ладно, эту хрень я готов принять, потому что я ее перевоспитаю, я в себе уверен, что я смогу выработать у нее другое поведение, то тогда welcome, беритесь, как говорится, и плодитесь, и размножайтесь. Следующее, второе, значит, я просто сейчас хотел еще про родителей кое-что, но вот это я вспомнил, это важнее. Значит, смотрите, когда девушка как-то накосячила, возможно, это на первом свидании вы не выявите, а в каком-то начальном общении, например, девушка делает что-то, что вам неприятно, что вам неприемлемо, что заведомо понятно, что как-то некрасиво, и когда вы говорите, мол, ну, как бы, зачем ты так сделала, то есть, ну, вообще, как бы, это же неприятно, а когда женщина на любой свой косяк говорит, ну, я такая, как бы, слушай, ну, вот это я, как там одна француженка сказала, it's me. Вот, то есть это говорит о том, что человек прекрасно понимает, что он делает что-то нехорошее, ну, например, с тем же официантом, да, она позвала, там, как-то унизила, типа, там, что вы там, что-то там тычете своим меню сюда и так далее, и когда она ушла, вы говорите, слушай, ну, нахер так разговаривать с чуваком, она говорит, слушай, ну, я такая, вот, это самое уебанское, что может ответить, ну, в принципе, любой человек, и в частности женщина, да, то есть это говорит о том, что да, я прекрасно понимаю, что есть такой косяк, но я не собираюсь ничего с этим делать, поэтому вот такие фразы я бы вообще точно обходил стороной женщин, которые любят так говорить. Дальше, вот то, что я хотел сказать про родителей, значит, третий, какие у нее отношения с ее родителями, то есть до этого вы спрашивали о том, как родители относятся друг к другу, неплохо бы вам узнать, ребята, как вообще, ну, как она с ними общается, что они делали, ну, там, сейчас, допустим, она говорит, редко видимся, хорошо, а что там это, ну, когда видитесь, что делаете там, ну, там, она говорит, я там очень скучаю по ним, там, мы вместе проводим время, у нас все классно, да, и так далее, и так далее, и так далее. Если она говорит, я с ними практически не общаюсь, там, какая-то хуйня, то есть обиды и все прочее, и все прочее, ну, тут либо она говорит, слушайте, ну, я при этом стараюсь, хожу там к психотерапевту, не знаю, или там просто книжки читаю, там, какие-то про радикальное прощение, то есть есть куча книг всяких, да, где, она говорит, я работаю над этим, у меня хуевое отношение, но я над этим работаю, потому что, как показывает практика, как бы это глупо ни звучало, да, но в основном, когда дети с родителями пытаются наладить отношения, в основном это всегда со стороны детей идет, потому что как-то родители, у них в основном всегда такая политика, что типа из серии, мы воспитывали тебя как могли, мы тебя любили как могли, то есть что-то до нас доебался, мы уже старые, нас уже не поменять, вот, и как правило, я знаю такие семьи, где дети начинают первыми делать какие-то шаги, пытаться разговаривать, пытаться там что-то где-то утеплить отношения и так далее, поэтому, ребят, соответственно, если у нее нормальные отношения со своими родителями, все заебись, если там что-то не так, ну, присмотритесь, поузнавайте, что там именно не так. Кстати, да, очень круто, но это я прям идеальный вариант говорю, когда папа строгий, например, ну, строгий, но такой, скажем, не тиран, не какой-то там террорист, никого не пиздит и так далее, то есть когда строгий мужчина в семье, значит, как правило, к нему есть какое-то уважение и такое, ну, в хорошем смысле слова, страх, соответственно, если женщина воспитывалась в такой семье, то у нее автоматически будет перенос на свою семью, она будет согласна на то, что, да, мужчина главный, мужчина там рулит, все, я его уважаю, я ему подчиняюсь. Такое часто бывает в кавказских семьях, потому что там, ну, эта штука как-то поддерживается на уровне культуры. Дальше, значит, следующее, там, четвертое какое-то, тело и поведение. Ну, поведение, опять же, да, смотрите, как она себя ведет, если она там харкается, не знаю, или там ругается на официанта, то есть это одно. Если по поводу тела, ну, как бы такое вы встретите редко, то есть если по поводу тела, то есть как она сидит, то есть какая у нее осанка, какая у нее походка и так далее, ну, то есть здесь можно много чего увидеть. Может быть, она вот так вот все свидание просидела, вот как-то вот так вот, глядя на вас, да, то есть это естественно, что значит человек неоткрытый, это не значит, что она плохая или какая-то там неподходящая, это значит, что она в принципе такая вот, скажем, испытывает какую-то проблему с открытостью к миру. Это же может где-то и вообще в других сферах повлиять. Плюс вашей женщине потенциально нужно будет воспитывать ваших детей. И если она будет вот такая воспринимающая мир как нечто опасное, тяжелое там и какое-то вот такое, от чего надо быть на расстоянии, то она обязательно передаст это детям. То есть, если она не будет над собой работать. Ну, по здоровью, естественно, если для вас это важно, понятно, что если она сидит, кашляет кровью и говорит, блядь, извини, я тут немного простыла, блядь, это не кровь, это повидло, то понятно, что тут какие-то крайности видны сразу. Смотрите, то есть, причем по телу можно увидеть все там и самооценку, и отношение к миру. Если она немножечко вот такая с втянутой шеей, ну, такая вот, скажем, значит, что она воспринимает мир как тяжелый груз, и скорее всего она не обладает самой там какой-то хорошей, адекватной самооценкой. Если она там вся такая прямая, пиздатая, то есть умеющая себя подать с какой-то статью, значит, да, самооценка хорошая. Опять же, другой вопрос, что везде бывают крайности, бывают перекосы, да, бывает такое, что настолько хорошая, что, блядь, превращается в звезду. Значит, слушайте, что она вообще рассказывает, да, следующий момент. То есть, как она отзывается о людях. Например, если она говорит, у меня есть одна подружка, блядь, такая овца, конечно, да, ну, слушай, ну, короче, вот, история была такая, бла-бла-бла. Нахер ей свою подружку называть овцой, да? Или она сидит и начинает обсуждать человека за соседним столом каким-то, говорит, слушай, ну, смотри, как можно быть таким жирным, я вообще не понимаю, я только за здоровый образ жизни, но таким жирным. То есть, это может иногда выглядеть очень безобидно. Прошла какая-то девушка, ну, там, женщина на женщин, они иногда очень сильно зуб точат, да, ну, прошла какая-то женщина с какой-нибудь прической, она что-то там отпустила, какой-то негативный комментарий в сторону этой женщины, типа, господи, там, что у нее на голове такое? Зачем нормальному, счастливому, уважающему себя человеку, да, адекватному с уверенностью в себе вообще, в принципе, обращать внимание на кого-то другого? И тут возникает вопрос, что, ну, она же такая классная, хорошая, она про меня так не говорит, со мной она вот прямо сидит, так вот улыбается и все прочее. Ребят, это вопрос времени только. Когда эта женщина с вами начнет себя вести точно так же, как с окружающими? Потому что здесь есть интерес, ну, она заинтересована в вас, здесь ей надо показать себя с лучшей стороны. Как только человек начинает расслабляться все больше и больше и больше и больше, из него вылазит, собственно говоря, вся подноготная, все настоящее. И не будьте, вернее, будьте не удивлены тому, что через полгода совместной жизни такая женщина будет, там, говорить ей, там, ты че, блядь, мусор не вынес, там, свинья, не знаю, там, и так далее. И вы будете думать, как так, то есть, она же была такая милая, красивая. Поэтому то, как человек относится к другим людям, это, по сути дела, то, что ожидает вас в плане отношений к вам самому. Если она это, то есть, все эти, все пункты, они, как бы, упираются в одно если. Если человек говорит, бля, согласна, что-то я, короче, переборщила, я над этим работаю, просто у меня есть такое, я не люблю людей. То есть, если человек признается в этом, если она говорит, я над этим работаю, если она говорит, блин, я буду исправляться, ну, наверное, когда-нибудь это произойдет. Выходит, я должен быть так же сам собой, а это же так же может негативно сыграть для меня. Как тогда быть? То есть, Артур Сипачев считает себя, ну, очень каким-то недостойным человеком, да, и понимаете, то есть, даже абстрагировавшись от нашего сегодняшнего занятия, по-моему, за 7 дней, там, или сколько-то этих занятий, которые были до, мы нигде не говорили, что вам нужно, блядь, быть не самим собой, нужно одевать какую-то маску охуенного чувака. Я говорил про понты на свидание, ребят, но я не говорил, что нужно постоянно сидеть и вот так вот, блядь, не знаю, быть кем-то другим. Чувак, во-первых, с чего ты взял, что ты тот, который ты есть, хуевый, и это вообще, в принципе, вопрос номер один, который ты сейчас должен решать. Потому что, если ты себя, безусловно, не любишь, не считаешь себя нормальным чуваком, ну, блядь, тебе будет сложно вообще строить отношения с женщинами, с людьми, с кем угодно, то есть, ты не удивляйся, что люди к тебе будут относиться так же. Ты перепутал, Артур, то есть, кто, ну, как бы, кто-то тебе когда-то внушил или там с детства ты сам где-то так подумал и ошибся о том, что ты недостойный, нехороший чувак, что тебе надо притворяться, чтобы кому-то понравиться, блядь, ты все перепутал, мужик. Ну, как бы, ты сам на себя наговариваешь плохого. Выходит, что я должен быть так же с вами собой, так-то, когда быть, сука, опять вопрос неправильно сформулировал, самооценка норм. У тебя самооценка норм, блядь, чувак, не знаю, судя по таким вопросам, я сильно сомневаюсь. Некоторые женщины имеют включать демо-режимы надолго. Еще раз, смотри, демо-режим демо-режимом, те вопросы, которые ты задаешь, они, скажем так, умеют обойти этот демо-режим. Потому что многие вещи, там, демо-режим, это, знаешь, это чисто внешнее поведение на свидании. То есть, я там сел, и все правильно. Ты знаешь, я мату не ругаюсь, я не курю, я не ем на ночь, я такая хорошая, такая классная. Но когда вы просто общаетесь, откровенно рассказываете о себе и спрашиваете о ней, все равно где-то вылезет вот истинная какая-то фигня. Вот, например, вы спросили про родителей, рассказали про своих, спрашиваете про ее родителей, и она такая, а, ну, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Задергалась, блядь, аж. То есть, в любом случае, я сейчас утрирую, но в любом случае это будет видно, ребят, если она где-то там замешкается. Ваша задача наблюдать. Еще раз, для тех, кто только вписался, у нас здесь нет задачи, блядь, сидеть и думать, как же мне засунуть палец ей в пирог или в жопу, не знаю, через полчаса. Дальше, смотрите. Ну, то есть, спрашиваете ее, как ты считаешь вообще, кто должен быть главным в семье, например, мужчина или женщина? Вряд ли, наверное, там, если женщина, у нее, как бы, есть позиция, что главной должна быть баба, но она хитрая, она, наверное, так не будет говорить. Но она все равно начнет как-то, наверное, ну, ты знаешь, там, конечно, мужчина, мужчина, да, то есть, но вот там бывают моменты, уточняйте, какие моменты, то есть, ну, что за моменты, да, то есть, в принципе, это нормально, когда она говорит, что либо оба должны быть наравне и как-то, в каких моментах кто, либо мужчина. Это ненормально, когда она будет говорить, что женщина, потому что некоторые реально могут проговориться, то есть, если она вам скажет, что главная женщина, если вы на это согласны, пожалуйста, есть куча браков и семей и отношений, где мужчина полностью подчинен женщине, потому что у него так было, у его родителей, и, ну, блядь, у меня есть такой чувак, Петя его зовут, я когда их вижу, слава богу, редко их пару, то есть, там его вот жена, она ему все время, и, Петя, я просила, и он такой, да, 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 они живут уже несколько лет, у них ребенок, и, как бы, Петю все устраивает. Если у вас такая же история, ребят, welcome. У меня также есть знакомый, его зовут Саша. То есть, он очень красивый мужчина, как вот по версии тех женщин, которых я знаю, они все говорят, блядь, Саша красавец, Саша красавец, биздец красавец. Ну, пожалуй, это единственное его достоинство, да, в плане мужское достоинство, потому что Саша это человек, который будет полчаса смотреть на чай или на кофе и думать, что же мне выбрать. То есть, ну, он абсолютно не создан для принятия решений, он абсолютно не создан для внесения какой-то ответственности. Саша нашел себе там богатую женщину, которая такая, с таким характером, ну, телка с яйцами, вот, у них сейчас там семья, они уже много лет живут вместе, у них двое детей, и всех все устраивает. Но только когда, блядь, мы Сашу перед там видеть стали раз в два года, потому что, ну, у меня жена, 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 жена. Блядь. Это обратный эффект, ребят. Значит, поэтому следующее, на что нужно обратить внимание, по-хорошему, по-хорошему, то есть вы должны быть плюс-минус из одинаковых социальных кругов. Я сейчас говорю вообще как в идеале. Конечно, в жизни бывает вообще абсолютно по-разному, по-всякому, любовь и так далее, но большинство из тех мужчин, которых я встречал, которые говорили, что мне нужна богатая женщина, только из богатой семьи, там, ну, которые сами по себе ничего не представляли, они хотели эту женщину как бы богатую не потому, что им вот хотелось женщину, они хотели попасть в ту жизнь, ну, как сказать, представительницей которой была эта женщина. И это большая ошибка, потому что у всего есть своя цена. Потому что, ну, как бы, в моем понимании, как бы, вы должны создать такую среду, в которой женщина будет от вас зависеть. В том числе, ну, не до маразма, не до какой-то тирании, но в том числе и финансово, то есть вы должны как бы быть более впереди ее. Это мое мнение, чисто мое мнение. Когда вы сами себя обеспечили там квартирой, машиной, чем-то еще, то есть и вы уже говорите, вот окей, я тебя сюда беру, там, часть этого твоя, пожалуйста, можешь этим пользоваться, ты можешь здесь жить, это мое пространство, я тебя взял в свое пространство. И бывают такие тандемы, когда девушка из богатой семьи, но она говорит, все окей, там, все как скажешь, да, будет как ты скажешь. Но чаще бывает такое, что родители или родственники, или сама же эта телка в какой-то момент может начать давать вам понять, что мы тебя вытащили из говна, ну, как бы, ты кто есть такой вообще, да, то есть такое любят делать всякие родственнички, там, тещи, мамы, бабушки, тети, дяди и прочее. То есть если вы готовы к этому, welcome. Второй момент, который может здесь быть отрицательным, то есть ну, если не сильный разрыв, ради бога, вы, например, обеспечили себя какими-то элементарными в жизни вещами, ну, а женщина, она вообще не бедная. Ну, хуй с ним. Ну, когда вы вообще там босоногий чувак, который ездит на трамвае и, допустим, не знаю, живет там в съемной коммунальной какой-то комнате, а она женщина там из какого-то высшего общества, вам просто физически даже будет сложно, потому что она привыкла к какому-то другому уровню жизни. Конечно, это хорошая мотивация, но, как бы, в том числе это хороший вариант порвать себе жопу на британский флаг, потому что, как бы, мотивация тоже должна быть какая-то подъемная, ребят. Поэтому, если есть какой-то разрыв в ваших социальных кругах, то пусть он будет минимальным. Я не говорю, что вам надо пойти и отмыть себе золушку вон на Курском вокзале, блядь, одноногую с бутылкой водки, то есть, но я считаю, что цели специальные найти себе богатую телку там в Москве с квартирой, как бы, ну, не знаю, это не мое, вы можете с этим не соглашаться, то есть это из моей практики, из практики многих мужчин, с которыми мне удалось работать и так далее. Вот. И одному чуваку мы даже, собственно говоря, там вернули отношения только таким образом, что он выбил у своей же собственной женщины из-под ног почвы. То есть, она, став самостоятельной, более самостоятельной благодаря ему, потому что он открыл ей бизнес, там, он ей всячески помог, в какой-то момент она почувствовала, что какая-то, какой-то холодок, блядь, извините, да, и, в общем, начала уже, можно сказать, уходить из семьи. То есть, мы долго думали, что с этим чуваком сделать, в итоге там была инсценировка, скажем, этого Абепа и так далее, то есть, ну, как бы сделали целый спектакль, который пришел, разъебал ей нахуй весь бизнес, там, всех закрывал, поарестовал все имущество, и, как бы, у человека было сильное желание, блин, ее спасти, как так, что она творила, она же сейчас охуевает. Мы его держали буквально за руки, за ноги, говорили, сиди, блядь, сиди, сиди, сиди. И в данном случае именно то, что она реально поняла, что она зависит от него, в том числе и финансово, она одумалась вовремя, ну, там, не успев натворить каких-то бед, он ее смог простить, и тьфу-тьфу-тьфу, там, какое-то время эти отношения сейчас вроде, ну, знаете, как будто все она пересмотрела, и надеюсь, что как бы так и будет. Дальше смотрите, значит, сейчас. Ну, опять же, смотрите, все не так однозначно всегда, да, то есть вы всегда допускаете то, что, ну, как бы, можно, можно что-то простить, можно с чем-то ужиться, можно что-то в девушке попробовать переделать. Самое главное, да, здесь вот с чего все начинается, вы для себя должны понимать, что для вас критично, что для вас не критично. Если есть вещи, которые вас, ну, блядь, доводят до трясучки, ну, вряд ли тогда, да. Если есть вещи какие-то, которые вам неприятны, но вы думаете, ну, блядь, в целом она неплохая, тогда с этим можно что-то сделать. Значит, следующее, важнейшее, вообще, в принципе, с чего надо начать, это сравнить вашей системы ценностей. То есть это также узнается через беседу, через наблюдение и так далее. Рассказывайте, что вы хотите в жизни, там, что для вас самое важное. Ты знаешь, вот я очень люблю, там, ну, как бы, например, для меня очень важно быть свободным, да, там, это моя первая ценность, номер один, свобода. Вот. Вторая ценность, это любовь, там, и так далее. То есть для меня вот важно, чтобы, поэтому я, например, работаю там сам на себя, или даже если не сам на себя, поэтому я сейчас максимально много пытаюсь сделать попыток построению своего какого-то бизнеса, неважно, да, но вы говорите, что вот у вас есть такие ценности. Вы хотите, там, такой-то дом, чтобы там бегали собачки, кошечки, там, или что-то еще. Или для вас, например, важно, чтобы вам рекуплескали стадионы, не знаю, ценности у людей разные. Или вы хотите заработать, там, несколько миллиардов евро. То есть вы об этом как-то рассказываете в виде своих целей. Ты знаешь, мне бы очень хотелось, вот. И я бы с удовольствием хотел, чтобы мы с тобой вместе все это, как бы, к этому пришли. А ты что хочешь? И, например, девушка вам что-то о себе рассказывает. То есть если она неохотно рассказывает, пытайтесь как-то ее все-таки разговорить. Потому что система ценностей – это самое важное, ребят. То есть как бы большинство там людей, которые с возрастом эту систему ценностей пересматривают, они приходят к тому, что, ну, материальная система ценностей, она, ну, такая, она ни к чему не приведет. Естественно, это логично. И как дважды два, что там мужчина должен зарабатывать деньги, да, что должен крепко стоять на ногах. Это он должен в первую очередь для себя, ну, как бы, никому другому. Ну, естественно, если еще и его семья будет неголодной, то это заедить. Но если вы готовы ради этого поставить на карту все остальное и говорите там, ну, то есть мне часто попадались девушки-карьеристки. Прям реально много таких было, которые говорили, блин, короче, мне пофиг, я там работаю замначальника чего-то там, чайника. У меня цель, короче, через два года стать начальником. Я говорю, а ты вообще как? Она говорит, блядь, чувак, я тут, не знаю, три месяца не была на свидании, я с тобой пришла первый раз, потому что ты прям охуенно мне понравился. Я бы не пришла, потому что у меня совершенно нет времени. Я все время работаю, я все время работаю. И вы начинаете спрашивать, как бы, а нахуя? Ну, конечно же, она скажет, потому что, ты знаешь, ну, там, я хочу хорошо жить, мне нужна квартира, мне нужна тут, тут, тут. Ну, когда человек, в принципе, например, ездит на дорогой тачке, живет в своей квартире, там, рядом с центром города и говорит, нет, это все хуйня, мне нужно... То есть, как бы, вы подумайте, вам нужна такая женщина, потому что мужчина, он как бы добывает, приносит это в семью, а женщина должна по-хорошему, в идеале, в семье давать ему вот эту энергию, давать ему, детям энергию любви, энергию вот этого какого-то женского умиротворения. И если она будет всю свою энергию оставлять где-то там, ну, блядь, ебаша, строя карьеру, то вряд ли у нее будут какие-то силы и нужное количество энергии, да, для того, чтобы делиться с вами. Ну, кстати, опять же, вспомнилась вот эта фигня, да, я про это в книжке писал, что, например, там бывает такое, что берут интервью у какой-нибудь старой советской артистки или актрисы, которая была очень популярна в молодости, да, например, там ей рукоплескали залы, а сейчас она старая жирная карга, блядь, которой она сидит и жалуется, плачет, что говорит, ко мне не приезжают внуки там, ко мне не приезжают дети, короче, все на меня забили хуй, а та-та, я бедный несчастный. И вот этот вот интервьюер, он говорит, да, там, не знаю, Тамара Константиновна, как я вас понимаю, мир жесток, а нихуя, потому что Тамара Константиновна, ну, я вот так считаю точно, Тамара Константиновна выбрала не семью, да, когда у нее эти дети были маленькими, там, муж был, не знаю, и так далее, она выбрала карьеру, и в принципе ее винить за это нельзя. Тамара Константиновна хуярила на гастроли целыми-целыми днями, приезжала раз в месяц домой на полдня, говорила, дети, я ваша мама, если кто-то забыл, да, там и так далее. Естественно, что если как бы важнее было вот эта слава, все прочее, все прочее, все прочее, ничего удивительного, да, что, ну, скажем, к окончанию жизни сложилась такая картина, что, ну, как говорится, если ты, дети не были тебе нахуй нужны, то как бы ты им, соответственно, тоже не будешь нужна, когда они вырастут. Поэтому, ребят, узнавайте, что для нее важно. Если ваша система ценностей совпадает, крутяк, то есть у вас будут прям какие-то общие интересы, общие цели, общие планы, вы будете вместе развиваться и расти. Если они категорически не совпадают, ну, как бы там вряд ли что-то можно с этим сделать, если человек не хочет меняться. Сейчас пару вопросов отвечу. А если я сам негативно отношусь к толстым людям, как это проработать? Слушай, я тебе больше скажу, если вы сидите вместе с этой телкой и угораете над какой-то толстухой вместе, как бы, может, и не надо прорабатывать, может быть, как бы, типа, вот ты ее и нашел, потому что тут, знаешь, еще важно же, что, чтобы, как говорится, два придурка нашли друг друга там со своими вот этими загонами. То есть, если вам угарно, может, тебе реально не надо это прорабатывать. Если вы сидите, блядь, и просто в обнимку ржете над каким-то жаробасом, если вы оба одинаково такие, блядь, welcome. Поэтому, может быть, тебе и не надо с этим ничего делать. Так. Чувак, ты негативно относишься к толстым людям, потому что это некая проекция, скорее всего. Либо потому что ты где-то внутри себя думаешь, что у тебя есть лишние килограммы, либо ты хочешь быть жирным, я не знаю, ты слишком худой. То есть, ну, как бы, такие вещи всегда выпаливают твою проекцию. Возможно, что ты реально очень сильно боишься там разжиреть, или для тебя очень важна твоя фигура, и ты только-только видишь, что прям, потому что ты сам себя вот таким вот принимать не будешь, ты очень сильно туда не хочешь. Так. Прости их, они не виноваты. Диабет, щитовидка и гормоны, да. А если видно, что девушка в ответах лукавит и не договаривает? Как это видно, чувак? Там музыка за кадром такая. Ну, мужик, тогда делай выводы, либо спрашивай, мне кажется, ты не договариваешь. Мне кажется, Лукаев, здесь основной лейтмотив ваших свиданий, когда вы будете в этом квесте участвовать, он такой, я пришел выбирать себе женщину. Вы это не обязаны озвучивать вербально, но вы реально можете внутри эту мысль постоянно держать, поэтому вам вообще надо расслабиться и не думать, нравлюсь ли я ей, а так, а как я сейчас сижу, там у меня видно, тринцепс, похуй вообще, вы пришли сейчас выбирать. Будет, ребята, крутой побочный эффект. Когда вы вот так вот относитесь к свиданию, когда я чисто, я жестко пришел выбирать себе женщину, и если мне что-то не понравится, я реально сейчас, даже если она раздвинет ноги, я, блядь, уйду. Побочный эффект будет в виде того, что девушки как-то сами, сами собой, при том, что вы не прикладываете усилий, начнут на вас буквально вешаться, да, то есть и хотеть с вами продолжать эти свидания. То есть так и будет, ребят. Очень сильно зависит именно вот от энергии того, кому из вас больше надо сейчас. Про прошлые отношения спрашивайте как. Слушай, ну, как бы вряд ли тебе кто-то будет что-то рассказывать, и... Эта информация вот точно как бы ее можно придумать. Про родителей там она как бы, ну, долго придумать не будет, там сразу видно. Про отношения, ну, она тебе скажет либо, что он был мудак, либо, что у нас нормальные отношения, мы расстались по-любому. Вот. Можешь спрашивать, в принципе, это не такая прям табуированная тема, знаешь, потому что есть такое понятие, что в пикапе не надо спрашивать у женщин про ее бывших. Начни про своих бывших рассказывать, только без негатива, понимаешь. Не надо говорить, что там такая тварь была и так далее. Просто слушай, ну, я спрашиваю, потому что мне нужна... Я реально ищу девушку для отношений, то есть вот ты классная. Вот. У меня вот, например, часто было такое в отношениях. То есть вот то-то, то-то, то-то. Вот. Не про какую-то конкретную, да, вообще просто как у тебя было раньше, например, с какой-то абстрактной женщиной, с какими-то абстрактными. А у тебя как было? Возможно, что она что-то ответит, но... Ну, короче, вот те вопросы, которые остальные, они будут для тебя более информативными. Так. Главное при этом за собой следить и не стать жарабасом. Блять, опять его про жарабаса. Я уже стал жарабасом тут на гарантии. Расскажи, как грамотно узнать о ее прошлых отношениях. Чувак, ну, и еще раз говорю, здесь вряд ли ты по вот этому узнаешь. Ты больше узнаешь о том, что это за телка, если будешь спрашивать про ее ценности, если будешь спрашивать про ее отношения с родителями, про то, как родители друг к другу относятся, кто главный и так далее. Про, например, там спрашивать ее про мораль, сейчас я дальше расскажу. Чем о бывших отношениях? Как так-так-так-так? Мне некоторые девушки говорили, я создана не для того, чтобы работать. Работать ты должен мужчина, а я жить для себя. Ходить в спортзал, спать и так далее. Меня сразу... Слушай, вот на самом деле, я тебе больше скажу, что, ну, как бы, в принципе, она говорит правильные вещи из серии, что женщина, ну, как бы, не для того, чтобы работать создана. То есть, ну, как бы, женщину Бог создал там для того, чтобы она поддерживала энергетику дома, климат в семье и так далее, и так далее, и так далее. Там вдохновляла мужчину, ну, и прочая хуйня. Но вот мне, меня смущает вторая часть этой фразы, например. То есть, когда она говорит, работать должен мужчина, а я жить для себя. Вот, блядь, нихуя. Если бы она как-то красиво сказала, значит, типа, а я должна вот его там вдохновлять, там, вкусно кормить, не знаю, там, гладить его по голове, говорить, что он самый пиздатый, да, там, не знаю, воспитывать детей, я бы тогда сказал, ну, блин, круто. Но когда она начинает говорить вот это, а я жить для себя, да, то есть получается какая-то странная хуйня, это не взаимный обмен. То есть, смотрите, как бы это цинично не звучало, ребят, но отношение это некий, как бы, такой, как я скажу, коммерческий союз. Вот, блядь, реально, если разобрать его прям до каких-то биологических причин, по большому счету отношение это такой, ну, как-то, блядь, кто-то сказал, что это, типа, что-то сдавать в аренду свои половые органы за какие-то материальные блага или за какие-то там выгоды, короче. Смотрите, в отношениях такая тема, то есть, есть как бы роль мужчины, да, роль мужчины какая? Нести ответственность, принимать кричевые решения, отвечать за внешний сектор. Внешний сектор это, ну, не знаю, куда мы поедем в отпуск? В школе там какая-то учительница, не знаю, там, нагнала на ребенка, да, не знаю, там, сосед паркует машину, блядь, так, что моя жена не может припарковаться, то есть, не знаю, там, блядь. Любые внешние взаимодействия, вот, семьи, их ячейки, их должен решать мужчина. Соответственно, какие-то проблемы, какие-то планы, какие-то поездки, то есть, и так далее. Женщина, она внутри дома, она решает вопросы внутренние с точки зрения небыта, куда мы там поставим, блядь, холодильник. То есть, она должна поддерживать эмоциональный климат в семье, то есть, это как в идеале должно быть. То есть, она должна заниматься детьми, она должна давать мужчине отдых, то есть, по большому счету, смотрите, как бы это сейчас ни звучало, мужчина дает женщине безопасность, обеспечивает ее, там, ну, необходимой, там, едой, там, одеждой и так далее, дает ей возможность не решать какие-то вопросы. За это одежд женщина дает ему отдых. То есть, вот, по большому счету, вот, вот роль женщины давать мужчине отдых. Что такое отдых? Отдых – это не ебать ему мозги, естественно, да? То есть, многие женщины уже в этом плане немножечко, как бы, нарушают вот этот взаимно выгодный союз. То есть, отдых – это поддерживать его, когда он пришел с работы, то есть, получается, позволять ему отдыхать. То есть, как бы, отдых – это в том числе и общение. Поговорить с мужчиной, где-то его похвалить, где-то его там приободрить, выслушать его, если надо, да? Это тоже часть отдыха. Вместе посмотреть киношку, поделиться там какими-то эмоциями, ощущениями и так далее – это тоже часть отдыха. Приготовить ему жрать, дать ему там чистую одежду, да? То есть, я сейчас говорю прямо на каком-то примитивном уровне вот именно взаимовыгодного обмена. Там, налить ему ванну, я не знаю, сделать ему массаж, там, блять, отсосать у него. То есть, вот это все называется как бы отдых. И по большому счету, как бы это ни цинично не звучало, но вот союзы создаются вот на биологическом уровне ради этого. Вот. Женщина должна поддерживать психологический климат в семье, то есть, психоэмоциональный. Ну, у меня в книжке МК-1, если кто-то не читал, то есть, есть такой пример, да? Например, когда девочка, которой там сколько, ну, например, там 10 лет, 12 лет, она в первый раз в жизни идет на вечеринку там со своими одноклассниками одна. Вот. Мать помогает ей одеться, то есть, помогает ей какое-то платье подобрать и все прочее, все прочее. Когда девочка уже оделась, то есть, это все внутренний сектор, домашний. Отцу это вообще должно быть похуй. Он там сидит, занимается своими делами. Когда девочка готова, они идут вместе с ней к отцу, говорят, дорогой, вот, мы готовы. Что скажешь? Дорогой смотрит, понимает, например, что это слишком какое-то вызывающее и откровенное платье для ребенка там стольки-то лет, потому что в этом возрасте уже начинаются какие-то первые сексуальные фантазии. Он думает, ну, какая-то хуйня так не пойдет. То есть, это может к чему-то привести. Он говорит, так, он уже думает о том, что будет во внешнем секторе. Что это может вызвать определенные проблемы. Соответственно, он говорит, слушай, иди переодевайся. Она там слишком как-то вульгарно выглядит. Вот. То есть, вот такое распределение ролей. Ладно, я там чуть-чуть отвлекся. Ребята, как вам вообще, ну, заходит информация? Я доступным языком объясняю. А то хрен знает. Обычно мы что-то сидим, угораем тут какие-то, рассказываем истории про секс и все прочее, а сейчас я сижу тут просто для меня это не совсем привычный формат. Значит, смотрите, что дальше? Про ценности поговорили. Дальше, да, естественно, совместная деятельность. Вот, допустим, вы поняли, что какая-то девчушка прикольная. Кстати, когда вы будете делать этот месячный квест по поиску женщины, это не значит, что если какая-то или какие-то пройдут вот этот ваш тест, личный ваш, и вы подумаете, блин, они все-таки классные, это не значит, что с ними надо встречаться когда-то потом, да? То есть, значит, окей, вы зовете ее на вторую встречу там и так далее. Там уже, может быть, пытаетесь трахнуть и параллельно выяснить еще больше чего-то. То есть, это то же самое, что обычное соблазнение, просто во время обычного соблазнения вы думаете о том, только как ее соблазнить, а здесь вы еще параллельно за ней палите, все время наблюдаете, что происходит, как она ведет себя, как она реагирует и так далее. Значит, смотрите, совместная деятельность. Можете вовлечь ее в какую-то совместную деятельность? То есть, сказать, давай поедем, там, свозим к ветеринару, там, не знаю, собаку моего соседа он попросил. Или, слушай, мне надо заказать хавчик домой. Я понятия не имею, как заказывать в этих вот сайтах, там, доставки еды, да, то есть, допустим, я всегда ездил там просто с тележкой в Ашан в воскресенье. Сейчас вот я не успел и понимаю, что в ближайшее время у меня не получится. Ну, или там карантин, да. Ты можешь мне помочь? И вы смотрите, во-первых, на то, как она отзывается на это, то есть, готова ли она, в принципе, помочь вам. Это еще и в том числе говорит о том, нравитесь вы ей или нет. Если она в вас заинтересована, она все равно, как бы, ну, будет стараться помочь. И второе, как она будет все это делать, то есть, что она там делает, как она там делает. Соответственно, поэтому вы можете очень много чего увидеть. Опять же, смотрите, важно, чтобы человек умел принимать, потому что как устроена энергия с точки зрения энергии отношения. Мужчина приносит мамонта, да, он ей дает женщине, говорит, вот, я добыл, это как бы вот наши теперь, ну, в том числе и тебе это посвящается, то есть, ты это будешь сейчас там готовить или что-то с этим сделать. Я принес. И женщина, как бы, вот этого мамонта должна уметь принять, сказать, блядь, круто, чувак, дать ему обратно какую-то энергию, вдохновение, да, то есть, то, зачем он это и делал, то есть, дать ему любовь, сказать, блин, круто, ты принес, ты молодец, ты классный, ты герой, я тобой горжусь. Вот, и, соответственно, чувак от этого такой расцветает, получает ту энергию, которую ему и нужно получать, а женщина идет и хуярит мамонта еще больше, в следующий раз приносит его. Отсюда есть реальный феномен того, что когда с вами наконец-то, скажем, блядь, я тут смотрю, голый мужик бегает в кадре, меня это отвлекает. Это Дмитрий, да. Когда с вами, наконец-то, ребята, я просто думаю, ты раздеваешься до какой степени, то есть, ну, что будет последним, что ты снимешь, может, ты там решил, допустим, жопу показать, голый свой. Смотрите, значит, когда в вашей жизни появляется та самая девушка, то у вас и начинает по работе переть, у вас начинаются какие-то там карьерный рост, еще что-то, еще что-то, в бизнесе клиенты появляются, это реально так. То же самое, когда с вами женщина не та. У меня была женщина не та на протяжении полутора-двух лет, это вообще такая долгая, запутанная, криминальная, можно сказать, история, и можно в это верить, можно в это не верить, у меня реально был пиздец какой кризис в плане того, что я еле сводил с концы с концами. Причем женщина была не та настолько, что я практически с самого начала уже хотел с ней расстаться, но у меня были болезненные отношения, то есть мне было жалко, я испытывал чувство вины вот этот комплекс спасателя, думал, как же так, то есть ей же плохо, я же сделал ей плохо тем, что уйду от нее. И получается, я понимал, что и мы вместе быть не можем, и уйти оттуда не мог. То есть это закончилась очень неприятной историей, не буду сейчас рассказывать, какой, но в это время у меня реально по работе постоянно были несрасты, потому что я себя наебывал, то есть я из каких-то своих чувств вины и чувства долга вынужден был встречаться с ней, да, из жалости там и так далее, потому что она говорила, не уходи, я там без тебя охуею, умру, там, не знаю, брошусь с пятого этажа и так далее. И здесь такие вот больные союзы, ребят, если они у вас нанечаются, вы должны прекращать сразу. Потому что ни одного еще, не знаю, мужика, у которого это все закончилось как-то мирно, спокойно, то есть как правило это кончается, не знаю, потасовками там всякими, блядь, судами и не знаю, чем угодно. Значит, смотрите, по поводу принятия, да, потому что смотрите, для чего вам нужна женщина в том числе? Это же так охуенно, когда вы для той женщины, которая действительно вам нравится, не для того, чтобы ее трахнуть, ну, подкупая ее цветами и ресторанами и подарками, когда вы уже начали вместе жить там, существовать, вы такие думаете, дайте я поеду куплю ей там какой-то охуенный букет цветов. Круто же, блин, она порадуется. Я, кстати, так и делаю, ребят, часто. Я его приношу, и, ну, как бы, женщина в ответ на это меня благодарит. То есть вот тот момент, как она радуется вот этим вещам, это очень важно, потому что если она, да, вот вы можете даже проверить ее там таким способом, если она говорит, угу, спасибо, ну, да, очень приятно, спасибо, да, красивый, очень красивый, да, спасибо, дорогой, да. Ну, как бы, да, а если она говорит, блин, офигеть, там, это мне, чувак, уау, 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 там, ты мой, там, это совсем другая реакция, ребят, и когда вы получите вот эту вторую реакцию, вы подумаете, блядь, вот охуенно, я хочу еще так делать, мне нравится так, я хочу зарабатывать, я хочу, блядь, не знаю, там, чего-то достигать, вот она женская энергия, которую я получил в виде благодарности. Поэтому сами для женщины можете попробовать что-то сделать, но это уже когда вы начали как-то более-менее герстно общаться, и смотрите, как она умеет принимать. Потому что умение принимать для женщины – это прям такое ключевое. Умение – это не просто, типа, ага, там, ну, умение, блядь, взять в руки большую коробку, сказать, я приняла, заебись. То есть умение именно реагировать на какие-то вот вещи, которые для нее делают мужчины, не обязательно материальные. Дальше. Ну, смотрите на уровень ее воспитанности, потому что он должен совпадать с вашим, если для вас это важно, конечно. Потому что если вы бытлан, а она там какая-то вся правильная, там, пай девочка и так далее, в принципе, ничего особо плохого не будет. Но если вы там интеллигент, там, не знаю, в восьмом поколении, а женщина такая, типа, там, слышь, сюда подойди, то есть и так далее. Я думаю, вы с такой женщиной, ну, мягко говоря, в ближайшее время охуеете. Почему мужчины вынуждены соглашаться на всяких таких баб? Потому что у них нет выбора. Они не умеют знакомиться в онлайне, они не умеют тем более бояться с сад, знакомиться вживую и так далее. Они вынуждены подбирать тех, которых их там каким-то вот течением судьбы приносит. И они за этих женщин цепляются, потому что других нет. Поэтому, ребята, воспитание реально важная штука. Следующее, на что надо обратить внимание, это мораль. То есть уровень морали, что для нее приемлемо, что для нее нормально, что для нее прям пиздец ненормально. Просто, понимаете, если она скажет, чувак, я каждое лето загораю на нудистском пляже, ты со мной? Ну, хуй знает. Я, честно говоря, не готов к нудистскому пляжу, потому что я стесняюсь. Стесняюсь, там, не знаю, писюн свой голый показывать, стесняюсь каких-то там несовершенств своего тела. Да даже себя был бы качком, тут стеснительность, она не зависит от того, как ваше тело выглядит. Она где-то в другом месте, она где-то заложена там с самого детства. И интересно, как вы отреагируете? Кому-то похуй. Ну, например, мне было бы как бы неприятно, что моя девушка голая ходит, светя пирогом там, жопой и сиськами, и на нее, не знаю, где-то втаяне под полотенцем поддрачивает лежа какой-нибудь пенсионер. А такое бывает, ребята, такие случаи есть. Поэтому уровень морали плюс-минус должен у вас совпадать. Например, там, допустим, вы такой порядочный, вы паркуетесь в торговом центре, паркуетесь аккуратно, чтобы, например, там, другая машина рядом все-таки могла влезть. Потому что для вас это важно. Я вот, например, чаще всего делаю так. Ну, как бы, если даже неаккуратно, я все равно думаю, ну, так, если здесь должен поместиться автомобиль, пусть он лучше поместится. Потому что меня лично выдрачивает, сука, когда я приезжаю, какой-нибудь мудила вот так вот просто поперек. Особенно это часто делают телки, самые удивительные. То есть она кидает свое корыто, хуй пойми как, и уходит. Понимаешь? Для меня, например, это неприемлемо. Если она приедет вот так, ну, можно подумать, ко мне-то она так не относится. Да, это же вот она. Со мной-то она самая нежная, классная ласка. Еще раз, ребят, вопрос, когда она сделает то же самое с вами, ну, не в прямом смысле, а в любом другом каком-то выражении. Это только вопрос времени. Ну, соответственно, смотрите, я бы еще посмотрел на уровень социального интеллекта. То есть понимаете, что это такое? Да, это умение взаимодействовать с людьми, умение вообще общаться. То есть не в смысле умная она или нет, а в смысле, ну, как бы, что это такое? Допустим, просто приведу два примера. Мы ведем тренинг, я что-то рассказываю какому-то чуваку, там мне очень важный вопрос. Прям такой диалог, все сидят слушают, в какой-то момент один тип просто на весь тренинг, ну, на весь наш зал орет. Слушайте, а у кого есть зарядка от айфона, блядь? Вот это я считаю как бы отсутствием социального интеллекта как такового, да? Потому что сюда входит и умение думать о других людях, и умение думать на шаг вперед, что будет, если сейчас я сделаю какую-то хуйню, что есть какие-то последствия. Я все хочу как-то провести такой большой вебинар на тему социального интеллекта, то есть это будет очень полезно и интересно. Другой вопрос, например, ко мне в проект там пришел стажироваться чувак, ну, на тренера. Он работал в других проектах до этого, я его знаю хорошо, в принципе, как тренер он довольно нормальный чел, но такой мягковатый, короче, ну, не суть. Я говорю, давай, приходи к нам, постажируешься, посмотрим, может быть, собственно, что-то из этого будет. И я ему даже символически, просто символически дал какую-то денежку, говорю, вот там, Саша, чтобы ты как бы сильно не расстраивался, что ты бесплатно это делаешь, но тем не менее ты сейчас как бы проходишь некий тест, и возможно, что он будет не один. И как бы все круто, но на следующий раз, во-первых, то есть я уже не хотел его брать, я понял по тому, как он работает, что мне не подходит такой чувак, но на следующий раз он сам позвонил, говорит, слушай, я готов прийти еще раз постажироваться, если ты еще не решил меня взять. Правда, мне столько денег мало, заплати мне в два раза больше. То есть человек вообще не вдупляет, что сейчас он зависит, ну, допустим, от работодателя. И как бы вместо того, чтобы наоборот показать свою готовность, ну, как бы работать, и что это самое главное, а бабки, естественно, он свои получит. Он начинает уже требовать какие-то деньги, да, при этом вместо того, чтобы показать, как он работает с клиентами, потому что если бы я пришел, я бы бегал с каждым чуваком, говорил, чем тебе помочь, пойдем к телке, пойдем к этой телке. То есть, ну, лично я такой. Понятно, что от всех людей требовать чего-то одинакового не нужно. А он просто стоял и бланил вот так вот, что-то так смотрел на этих людей со стороны, ну, то есть, при этом человек приходит и говорит, я готов, дайте мне больше зарплаты. Это тоже показатель, как бы, ну, такого низкого уровня социального интеллекта. Ребят, люди с отсутствием социального интеллекта, с низким его уровнем, они не умеют взаимодействовать с обществом. И нахуй вам женщина, которая не умеет взаимодействовать с обществом. Она потом ваших детей цыганам отдаст, скажет, подержи, пожалуйста, я шнурки завяжу, да, то есть потом поднимется, а детей нет. Поэтому здесь, ребята, на это тоже надо обратить внимание. Так. Ну, соответственно, смотрите дальше на уровень мотивации. Что она вообще хочет? Нужна ли ей семья? Если вы хотите семью и отношений, вы смотрите, спрашиваете, рассказываете про себя и спрашиваете ее, слушай, а сколько детей ты хочешь? А вообще хочешь ли детей? А хочешь ли ты замуж? И так далее. Если, в принципе, она говорит, да, да, слушай, там все круто, я уже давно хочу, просто, ну, там, не попадался там тот мужчина и так далее, ну, норм. Если она говорит, слушай, я вообще, в принципе, как бы не люблю детей, да, хуй знает, буду я их рожать или нет, там, и так далее. То есть, и замуж я пока не хочу, мне надо сначала построить карьеру. Ну, хер знает, я бы, наверное, призадумывался. Дальше, смотрите, важно, какое у него личное пространство, то есть, например, для меня очень важны тактильные вещи, то есть, есть пять языков любви, я сейчас вам о них там коротко расскажу, то есть, ну, тактильный язык, он для меня очень важен. Я очень люблю обниматься, когда это мой человек, мне пиздец, как нужно, чтобы я его обнимал, и он меня обнимал тоже, то есть, для меня это важнейшая фигня. Не все люди такие. Есть женщины, ну, если уж мы говорим о женщинах, у них, скажем, это личное пространство, оно такое, не потому, что они, блядь, вначале вас не подпускают до секса, чтобы поломаться, они, в принципе, такие, то есть, им не нужно много обниматься или чего-то еще. Неплохо бы, конечно, чтобы языки любви совпадали, ребят, потому что это не единственный язык любви, но если вы нуждаетесь в этих обнимашках и будете, как бы, подходить к ней, там, любимая, иди сюда, она будет говорить, блядь, чувак, там, заебал, я готовлю, у меня руки грязные. Вы это стерпите раз, два, три, четыре, но в какой-то момент вас просто прорвет, вы рискуете тем, что вы просто, как бы, скажете, блядь, что за херня, короче, вы не захотите идти домой. А это самое хуевое, что может быть в отношениях, когда вы не хотите возвращаться с работы домой или, там, ехать к своей женщине. Дальше. Совпадает ли ваша сексуальная конституция? Ну, это вы уже в процессе занятия сексом посмотрите, там, в нескольких раз, потому что, возможно, вы хотите по 20 раз за ночь, а она там один раз кончила, и все, и говорит, все, в пизду, я больше не могу, я не хочу. Или наоборот, возможно, что вам достаточно там кинуть полчонку другую, и круто, а она будет, вы просыпаетесь, блядь, уже в 5 утра от того, что она на вас вот так вот скачет, привязав ваш хер, там, не знаю, блядь, к кухонному, там, не знаю, к вилке на изоленту. То есть это вроде бы круто, как бы поначалу это кажется, вау, вот это женщина у меня. Другой вопрос вы должны понимать, что если вы ее будете не дотрахивать, потому что ваша сексуальная конституция чуть более слабая, вопрос, когда она все-таки не выдержит, скажет, мне мало, или там, она, получается, это будет некое изнасилование вас постоянно, вашей женщины, либо наоборот. И тут неплохо все-таки, чтобы в этом плане вы немножечко совпадали. Смотрите, важно, как она использует слово «должен», потому что женщины часто употребляют это слово, то есть тогда, когда им прямо удобно, то есть когда они начинают мужика прямо вот, чтобы он прогнулся и сделал так, как они хотят. И не только про мужчину, потому что когда женщина постоянно говорит в общении, вот этот чувак должен так-то. Слушай, он должен был мне уступить дорогу, да, то есть мы тут едем, у меня это. Он должен был вот так сделать. Там мои родители должны были сделать для меня вот это, то есть ты должен был там мне подать пальто, ты должен был, значит, у нее есть восприятие мира, что мир ей полностью там всем должен и обязан. Это круто и неплохо, но другой вопрос, что если она не настроена на отдачу, а семья, отношения, дети, там, брак – это пиздец, какая отдача, причем вы постоянно вынуждены или должны или хотите идти на уступки. Поэтому обратите внимание на то, как она это слово говорит. Да, еще смотрите, важный момент. Называет ли она вас по имени, да, то есть потому что бывает, что она говорит там, постоянно говорит там «Сашечка, Вовочка», там типа там «Привет», там «Привет, привет, Вова, Вова, Вова», а бывает, что она вообще вас по имени не называет. Плюс важный момент, это вы уже увидите за несколько встреч и свиданий, например, когда она постоянно забывает, что вы любите, что вы не любите. Например, то есть если вы ей говорили пять раз, что вы там не любите парк Горького и туда с ней не пойдете, она все равно говорит «Слушай, что пойдем в парк Горького сегодня?» «Я же его не люблю, я же тебе говорил, да, а я не помню что-то». Ну, то есть, грубо говоря, то, что вы важное о себе сообщаете, какие-то ваши предпочтения, либо антипредпочтения, если она о них постоянно забывает и не помнит и не хочет помнить, это говорит о том, что в принципе ей это нахуй не надо, она и не хочет этого помнить, ей не особо интересно. Опять же, она эгоцентрична, она зациклена больше на себе. Надо вам это или нет, смотрите сами. Ну, про подарки я сказал, что очень важно, да, чтобы они эмоционально были оценены, вообще ваши любые действия. Там не обязательно парад какой-то там, оргазм, шарики и так далее, но, например, вы решили сегодня заехать забрать ее с работы, ну, вам так захотелось, она говорит «Ой, как круто, ты такой молодец, спасибо тебе большое, ты меня забрал с работы». Как же круто, как приятно, то есть это, конечно, будет вам приятно, вам захочется сделать еще что-то. По большому счету, в отношениях в нормальных вы должны постоянно думать о том, ну, или часто думать о том, как мне сделать моей партнерши хорошо, что приятного для нее сделать, как облегчить ей жизнь, и она должна думать о том же самом, как сделать так, чтобы вам было заебись. Что же мне такого придумать, чтобы он сегодня пришел с работы, и ему было прям прикольно. И когда вы постоянно выдумаете, как ей сделать лучше, она думает, как вам сделать лучше, это вообще, блядь, не союз, а просто мечта, потому что вы постоянно друг друга стараетесь как-то обрадовать и облегчить жизнь. Ну, короче, и самая такая прикольная тема, да, это проверка алкоголем, ребят. То есть, с одной стороны, на первых вот этих свиданиях бухать не надо, но, с другой стороны, если вы уже присмотрелись, думаете, ладно, ну, мы уже два-три раза встретились, там у нас и секс был, и все прочее, дай-ка я ее набухаю. Причем прям, ну, сами как-то старайтесь, может быть, и не набухиваться сильно, но женщину постарайтесь прям прилично набухать. Посмотрите, как она себя ведет. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем речь, потому что даже по вашим друзьям каким-то известно, да, вы, например, знаете, что с этим чуваком я бухать не пойду, потому что он делает так и так. С этим я не хочу, потому что он такой-то или такой-то. То есть, как правило, алкоголь, он не то чтобы делает человека смелее, там еще что-то, он просто убирает те социальные какие-то зажимы, барьеры, которые мешали человеку по-трезвому, и здесь как бы все, алкоголь их стер, и вы увидели, что там внутри у человека. Есть действительно, не в смысле, что она обливанула, как бы, в смысле, что как она себя ведет. Есть действительно люди, которые под алкоголем очень круто себя ведут, они там, не знаю, лезут со всеми, блядь, обниматься, но с близкими, говорить хорошие слова, там, петь какие-то песенки, то есть так далее, как бы, я сейчас про себя говорю, кстати. Вот. А есть люди, которые начинают вот прям выпаливать все свое говнистое нутро, и здесь даже была традиция какая-то, по-моему, на Кавказе, когда там женихов приглашал батя, батя-телки приглашал, короче, к себе в дом потенциального жениха, ну, который уже собрался там жениться на его дочери, и его прям там жестко набухивали, чтобы посмотреть на него, какой он на самом деле, такая прям древне-кавказская, древне-кавказский способ проверки. Так, значит, смотрите, по поводу действий, да, я говорил, что, то есть, нужно заботиться там о человеке, то есть, смотрите, действия рождают любовь, а любовь рождает действие, то есть, если вам с этой девушкой хорошо, вам захочется с ней что-то делать. Есть тут типы, которые не умеют любить, то есть, у меня тоже была такая ситуация, я как бы прорабатывал это там со своим психотерапевтом. Можете начать, вот вы понимаете, что я хочу отношений, что-то вот и тёлка классная, а я как-то вот не вспыхнула у меня. Ребят, не надо ждать, когда вам, сука, 40 лет, что у вас вспыхнет так же, как в 16, потому что все равно вот эти вот химические, флюидные вот эти любови, они, которые в 16-18 лет возникали в студенчестве, там у вас возраст такой, вы молодой. Здесь вы уже более взрослый, более спокойный на эмоции и так далее, то есть, не надо оценивать, что если нет вот этих, блядь, салютов и бабочек в животе, значит, эта тёлка не та. Соизмеряйтесь со своим возрастом, поэтому есть вариант попробовать начать туда что-то вкладывать в плане каких-то ресурсов. Время препровождения, какой-то помощи, какого-то там подарочка. Я говорю, когда вы уже, ребята, занимались с ней сексом много раз, еще раз, это не подкуп ради того, чтобы трахнуть, это начало отношений. Потому что, когда вы начнете делать какие-то действия туда, возможно, что эти действия начнут рождать в вас какое-то чувство, и вы будете думать, блядь, она реально прикольная, мне нравится это делать, тем более она так реагирует на какие-то мои действия в ее сторону, что мне хочется делать еще и еще. Так, подождите, прервемся на вопросы. Если эта женщина с деньгами ей предложила мне сперва встретиться, а потом жениться, или я ей предложил мне ей сейчас и потом уступать, у меня сейчас такое положение, что денег меньше, чем у этих девушек. Предложила мне сперва встречаться, а потом жениться, или я ей предложил. Не очень понял вопрос, Денис, понял только то, что ты охуеть как неграмотно пишешь, и это косяк. Ненавижу таких людей, кто с бабок начинает разговор еще пользы не делал, не дал, начинает качать. А если это пространство у нее прям очень открыто для всех окружающих, со всеми обнимается, близко стоит и так далее, мне такое не нравится. Слушай, да, хороший момент, то есть, допустим, ну, с кем? Со всеми. То есть, если вы с ней там встречаетесь, живете, у вас семья или отношения, и она видит своих каких-то друзей и знакомых и их обнимает, да, это, наверное, может быть неприятно. Одно дело, она с подруженцами там обнимается, с мамой, с папой, но когда есть какие-то друзья, которые там, муа, я бы, ну, если тебе не нравится, я бы с ней поговорил. Но как бы тут не надо, знаешь, как бы предъявлять претензии, то есть предполагается следующее, то есть ты для нее уже самый охуенный мужчина в ее жизни, потому что ты в самом начале уже вызвал кучу всяких там нужных эмоций, сейчас расскажу, как это делать. И, допустим, она тебя ценит и тобой дорожит. И достаточно будет сказать, что мне не нравится, я себя чувствую некомфортно, когда ты так делаешь, вот, как бы сообщить ей об этом. И она, соответственно, сделает выводы, если ты для нее нужный человек, она тебя ценит и любит, она перестанет это делать. Как правило, люди говорят это в неконструктивной форме серии. Какого хера ты со всеми обнимаешься, то есть они ее обвиняют. Поэтому есть, соответственно, конструктивный диалог. Что такое конструктивный диалог, да? Значит, смотрите, вы никогда не говорите ты сообщениями, говорите я сообщениями. То есть не надо ее в чем-то обвинять, не надо говорить, ты сегодня там вела себя плохо, ты со всеми обнималась опять со своими там друзьями, знакомыми, мне там, мне что с этим делать, ты себя ведешь там как шлюха, всем даешь себя обнимать. Нет, то есть конструктивный диалог, когда вы говорите, ты знаешь, вот, когда ты обнимаешься с друзьями, я себя чувствую некомфортно, мне плохо, мне неприятно. Что ты об этом думаешь? То есть вы не обвиняете, вы говорите о своих чувствах, своих ощущениях. Или там, мне не нравится, когда вот так происходит, а ты что думаешь? Или там, ты знаешь, мне очень неприятно было вчера, когда ты вот сказала вот это. То есть что ты по этому поводу думаешь? А не так, что там, ты вчера меня обвинил, и ты такая-сякая, третий-десятый. Конструктивный диалог, он как бы сильно помогает, скажем так, не сраться, а решать вопросы более или менее мирным каким-то разговором. Так, сейчас, что я вам хотел сказать? Сейчас, 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 сейчас. Да, сейчас, погодите, значит, поэтому, Миш, я бы вот ей как-то так сказал, если действительно для тебя это важно, то есть, но очень спокойно, очень с достоинством, не то, что там ревность какая-то, типа тебе от этого прям хуёва ты не можешь никуда деться, ты можешь сказать, что, знаешь, мне очень неприятно, и было бы круто, если бы, как бы, например, со своими друзьями, вот ты бы так, например, там, не обнималась, мне было бы намного от этого радостнее и круче и приятнее. И если ты женщине нужен, она обязательно учтет, скажем так, вот этот момент. Так, ну ты же мужчина, вопрос в другом, как быть самому трезвым, когда она бухая? Не знаю, Артур, ну как бы, как бы, много не бухай просто и все. Вопрос насчет уступа, уступков, блядь, с мужской стороны. Как соблюдать баланс, чтобы не избавить девушку? Чувак, конкретизируй вопрос. То есть, еще раз, смотри, нужно помнить, что отношения это как бы взаимно. То есть, да, где-то нужно брать и делать какие-то уступки, но если они не сильно идут в разрез с какой-то логикой, да, или с чем-то еще. Либо если они прям не сильно идут в разрез с чем-то твоим внутренним. Есть такое понятие, как здоровый, нездоровый, да и нет. Сейчас я тебе скажу. Значит, смотри. Ну как бы, смотри, здоровый, нездоровый, да и нет. То есть, здоровый, здоровая, да. Ну то есть, здоровая, логичная, адекватная. Когда тебя о чем-то просят, ты говоришь да, и как бы у тебя внутри ничего не сопротивляется. Ты говоришь, да хуй с ним, ну как бы, ладно, окей, да. То есть, тебя там ничего не стопорит. То есть, тебе все это нравится. Вот. Дальше, значит, смотри. Нездоровая, да, то есть, когда тебя о чем-то просят, тебе это не нравится, но ты все равно говоришь да, потому что вот ты вынужден, так сказать. То есть, здесь надо как бы тонко смотреть. То есть, если будет постоянно такая херня происходить, ты будешь, например, идти на уступки, но тебе не нравится это. То есть, ты считаешь, что она не права, ну хуй с ним пойду на уступки. Ну один раз можно, там два раза можно. Но когда ты будешь это делать постоянно, тебя бомбанет. Поэтому здесь ты должен вот эти все уступки делать, исходя из вот этого там здорового, нездорового, да и нет. То есть, если ты понимаешь, что, ну, блядь, постоянно иду на уступки, но мне сейчас прям это не нравится, это нужно озвучивать и говорить, слушай, дорогая, у меня вот такая вот история, что мне сейчас это не нравится. Вот. Поэтому я тебе прошу конкретизировать. Уступки бывают разные. Уступки бывают, что там она говорит, давай в выходной пойдем туда-то, туда-то. Ты такой, блядь. Она говорит, ну погнали, что ты. И ты такой думаешь, ну ладно, хер себе, я тебя люблю, поэтому в этот раз давай так. Но если, например, это уже десятый раз так происходит, и как бы вы так и не сходили ни разу туда, куда ты хочешь, это уже как бы не уступки, это уже какой-то там прогиб. Поэтому здесь всегда нужно договариваться и говорить, что окей, я тебя люблю, поэтому я тебе уступлю, но в следующий раз тогда сделаем так, как хочу я. То есть, нигде не нужно терять какого-то достоинства. Значит, смотрите, как выглядит здоровое нет. То есть, когда тебя о чем-то просят, тебе это не нравится, и ты говоришь нет, и как бы при этом нормально себя чувствуешь. Нет? Если нездоровое нет, это когда, смотрите, вас о чем-то просят, вам это не нравится, да, то есть вы, естественно, говорите нет, но при этом вы испытываете какое-то чувство вины, плохо себя чувствуете, потому что вы думаете, блин, я отказал человеку, ну я же действительно не хочу, поэтому вы должны пропускать все эти ваши уступки, не уступки, через здоровые, нездоровые, да или нет. Как у нас вопрос насчет уступок? Ну, конкретизируй, чувак, то есть уступки где, уступки в чем. Понятно, что есть там понимание, когда у тебя ребенок обосрался там, не знаю, и так далее, то есть и это ваша общая ответственность, тебе где-то придется тоже вместе с ней за нем заботиться. Если это просто какая-то ничем не обоснованная херня, то есть еще раз, я вам об этом, по-моему, вчера говорил, у кого больше прав, у того больше обязанностей и наоборот. У кого больше обязанностей, у того больше прав. Поэтому вы должны понимать, что если вы там основной добытчик семье, там вы там, не знаю, решаете какие-то основные вопросы, то за вами все-таки в большинстве случаев стоит последнее слово, особенно когда это связано с деньгами, с тратой денег, с какой-то поездкой куда-то, потому что вы все-таки решаете, когда, как, поедете или не поедете, потому что у вас вы источник этих всех благ. Так, что я вам хотел рассказать. Значит, язык, блин, когда много говорю. Языки любви, ребят, то есть их, по сути дела, больше, но основные пять. Это вербальный, это когда на словах вы говорите человеку хорошие, теплые слова, слова поддержки. Не обязательно слово люблю, да, но какие-то нежные, ласковые слова, слова, которые поддерживают и приободряют. Еще раз, неплохо бы овладеть всеми этими языками любви, потому что мужики, они чаще всего вот этим вербальным языком не сильно владеют, либо они считают, что это какое-то стремное говорить все время какие-то теплые вещи. Но вам самим, ребят, вам же нравится, когда женщина вам говорит хорошее. И смотрите, как это работает с этими языками. Если вам хочется чего-то, чтобы ваша женщина начала как-то себя вести по отношению к вам каким-то образом, начните сами себя так вести. То есть, если вам не хватает от нее каких-то теплых слов, ну начните с себя, думайте, ладно, я сейчас как бы подам ей пример, начну это говорить. Если она адекватная, нормальная, то в самое ближайшее время вы начнете ее замечать, как она сама вам начинает эти слова возвращать, говорить вам что-то хорошее. Значит, смотрите, вербальный, второе, телесный, это обнимашки. И очень часто люди бывают настолько зажатые в каком-то своем коконе, в своей скрылупе, что им очень сложно себе это разрешить. Либо самому обнять свою женщину, либо чтобы она вас обняла. Но если для вас это важно, ребят, сделайте это первым. Преодолейте себя, перешагните через это. Следующий это язык подарков. То есть, когда вы что-то дарите, это не обязательно что-то глобальное, колоссальное, дорогое, это просто вы что-то отдаете. Ну даже из серии у вас, блядь, яблоко лежит одно на столе, да? То есть, вы пришли и такие, ай, яблоко, охуеть, сейчас сожру, пока аж до ужина. А ваша женщина такая, блин, короче, я только хотел его съесть. Вы говорите, да хуй с ним, ешь. Это тоже некий дар, это некое отдавание. Вы говорите, блин, ну я тебя люблю, поэтому давай ты его съешь. Это вам, ребят, обязательно вернется, если, конечно, вы себя правильно при этом поставите. Значит, следующий язык, язык какой-то помощи. Вы чем-то помогаете. И, соответственно, следующий язык, совместное времяпрепровождение. То есть, когда вы проводите время с человеком, когда вы сидите на работе, но понимаете, что, блин, я сегодня хотел вечер с женой провести, да, у меня куча проектов, сука, ну там важнее, потому что мне важно провести время с семьей. Это я доделаю завтра, приеду чуть раньше на работу. Это говорит о том, что вы сейчас проявили какой-то язык совместного времяпрепровождения. Как быть для нее самым лучшим мужчиной? То есть, совместное развитие. Вы должны развиваться постоянно сами и, как бы, вовлекать в это женщину. Например, вы вместе учите, там, английский язык. Вы ходите куда-то, там, в фитнес-клуб. Не обязательно вместе в один, но вы занимаетесь спортом, например. Вы, может, ходите куда-то в бассейн. Вы, там, читаете книжки какие-то. То есть, она читает, потом вы берете эту же книжку, тоже читаетесь. Вы совместно развиваетесь. Ходите на какие-то курсы, на тренинги. Дальше. Вы в любой момент, ну тут, как бы, я сейчас не говорю про ребенка, я говорю про начало отношений. Вы в любой момент готовы все бросить и уйти от нее, как бы, если она будет себя вести как-то, как вам не нравится, вы говорите, все, в пизду, как бы, я ухожу. То есть, чтобы она реально чувствовала, что вы сейчас можете встать и сказать, все, ну, мне так не подходит, я это терпеть не буду. Для того, чтобы в себе вот это ощущение в любой момент уйти и все бросить, выработать неплохо бы. Неплохо бы. Чтобы у вас реально был навык общения, знакомства с любыми девушками в любом месте, в любое время. Потому что многие мужчины держатся за свою там пилотку, потому что, блядь, если сейчас она уйдет, то он потом даже элементарно без секса останется, блядь, не знаю, там на три с половиной года. И из-за этого женщины манипулируют мужчинами очень часто. То есть, они говорят, типа, будешь себя плохо вести, как бы, хер тебе, а не секс, и вообще я от тебя уйду. И мужик, забывая о том, что он мужчина, он главный, вот этот лев в прайде, который идет и берет ту, которая ему нравится, он начинает прогибаться. Значит, дальше общий интерес и общие цели. Парни, надеюсь, вам понравилось. Еще раз приглашаю вас всех 9 июня в 8.00 во вторник на бесплатный онлайн-мастер-класс «Как найти лучшую девушку в онлайне». Регистрация здесь под видео. И еще раз напоминаю о том, что сегодня остался последний день для того, чтобы вы по распродаже купили все мои курсы по баснословно низкой цене, также распродажи внизу. Все ссылки там. Буду рад вас всех видеть на вебинаре. Пока!